Здравствуйте, мои дорогие! Из студии вам вещаю. Я мастер ювелирного кружева Инна Конрадий. И сегодня обзор вот такого прекрасного гарнитура с жемчужным наполнением. Гарнитур называется Мадмуазель. Изначально у него было рабочее название Гимназистка. Но когда добавились жемчужные бусины и их обвязка, то гимназистка у нас перешла в статус Мадмуазель. И вот сейчас такой красивый гарнитур мы с вами рассмотрим, разберем. Дата создания этого гарнитура – осень 2023 года, сентябрь, конец сентября, начало октября. Полотно было создано еще летом 2023 года. Остальные детали дорабатывались до осени. В этот комплект входит воротничок с застежкой на спине и два манжета – правая и левая рука. Сейчас мы будем с вами разбирать этот прекрасный гарнитур, рассматривать. И детально буду давать пояснение, как все создавалось. Гарнитур был создан мастером ювелирного кружева Лавнеевой Марией. И после прохождения курса ирландские, венецианские мотивы Марией сложились все творческие данные, то, чтобы создавать ювелирные изделия из кружева с инкрустацией драгоценных и полудрагоценных камней. В данном случае вы видите жемчуг – максимально сложный камень для вязания и ввязывания. Будем рассматривать сейчас тонкости и детали. Данный гарнитур интересен своим исполнением. Во-первых, простотой сетки, которая задает ритм волны. Вспененный интересный пико дает интересную вспененную фактуру. Вот эти узелочки. Это старинная техника вязания ирландского кружева, которая была воссоздана по записям, по схемам из старинных журналов. Плюс форма воротничка. Это небольшая стоечка с более мелкой ячейкой, которая идет наизнанку. Вязание полотна внешней ячейки смотрится вязанием полотна на лицевую сторону. И по лицевой стороне дорожки с завершением идут жемчужинки, как дополнение к контуру морской пены. Жемчуг натуральный взят. Рисинки более крупные, примерно 2 мм. 2,5 мм и кое-где 3 мм. Покупался он на закупе натуральных камней. На манжетах повторяющийся рисунок точь-в-точь. Единственное, что верхняя часть 3 ряда для манжеты, для стойки воротничка, для стойки 5 рядов. Считаем. Один, два, три, четыре, пять. Пять рядов. По плечу уходит примерно 10 рядов. Это нужно смотреть по выкройке, которая у вас намечается для проекта. Как у нас самое интересное, это вязанный жемчуг с декоративным контуром обвязкой. И вот такая воссозданная по фотографии из венецианского кружева камея с центром в жемчужине. Способ вязания был обвязка ряда столбиками без накида, несколько рядов. Арочки обвязывались и пико обвязывались. То есть, главным вдохновением была не схема, а фотография венецианского мотива из эрмитажа. Как ввязывается жемчуг в такой проект? Здесь была использована мононить для закрепления. Затем она по контуру круглой формы жемчуга была соединена. И эта мононить была обвязана ниточками. Ниточка Египта 25, очень тоненькая. Вы видите, что несколько рядов обвязки, чтобы было крупное прилегание. И ощущение, что жемчуг в ложбинке пришит иглой с изнаночной стороны. Ввязывания не было никакого. Вяжется полотно сеточки на руках, только на руках. С расчетом прибавки в арочках воздушных петель. Обвязка плотная, плотнейшая столбиков без накида. И хлопковая нить мерсеризованная очень хорошо себя показывает в использовании. После влажно-тепловой обработки, после ВТО, этот воротничок был на растяжке на подушечке специальной из полотенца, где были растянуты уголочки, чтобы была придана форма. Так как обвязка идет столбиками без накида, форма арочек формируется очень легко. То же самое было проделано и с манжетами. Если на манжетах не фиксировать растяжку после влажно-тепловой обработки, то манжет смотрится скомканным, потому что полотно маленькое и ему нечего вытягиваться. Но после того, как иголочками растяжку сформировали на вафельном или на полотенце, махровым даем максимально суточную выдержку для закрепления высыхания и оставляем манжет первый и второй для того, чтобы мы зафиксировали застежки. Застежки были выбраны случайно методом подбора застежек. Такому проекту был закуплен на Алиэкспресс разный набор застежек. И вот такая застежка нам больше всего понравилась именно с карабинчиком, потому что карабинчик легко отстегивать и потом стирать наш гарнитур. Итак, как поддается стирке гарнитур вместе с жемчугом? При температуре 40-50 градусов этот воротничок прекрасно стирается в мыльной воде, чистом, без подкрасителей, без ничего, в белом, чистом средстве по уходу за изделиями. Ничего такого сверхъестественного нет. То есть вот здесь на шее все руками вязалось и все отстиралось хорошо. Хлопок себя хорошо показал. Эта камея прекрасно поддерживает арочки контура воротничка и создают эффект завершенности, лаконечности, роскоши дорожки жемчугом. Такой вот россыпи или наоборот подчеркивает направление на визуальный взгляд лица обладательницы этого гарнитура. Очень понравилось, что гарнитур подошел к проекту «Жакет в стиле Шанель жемчужина». И на заказчицы они прекрасно вписались, потому что цвет жакета также сливочно-карамельный, сливочный такой икрю, и с жемчугом все заиграло в одной гармоничной. Заквершаю я сейчас обзор этого воротничка, аудио-описание, как создавался этот гарнитур. Все желающие, присоединяйтесь к курсу «Драгоценная шкатулка». Там мы будем с вами создавать и в том числе и создаем вот такое замечательное творение. В завершении хочу сказать, что манжеты трансформируются. Могут одеваться как поверх тела, так и поверх изделия. И вот так небольшая, вот видите, проверка произошла, зацепочка за ткань. Поэтому, когда мы будем примерку делать, то на запястье желательно, чтобы было прилегание к телу. Никаких других моментов в уходе за этим изделием сложностей мы не обнаружили. Нам расскажет все тонкости и нюансы заказчица, передаст нам все свои впечатления. У манжет с такой застежкой есть эффект сцепки. И также вот такой элемент в застежке может формировать такой маленький еще воротничок. А впереди эффект подвесочки смотрится. Еще один маленький воротничок побольше получился, а этот поменьше. Вот так можно трансформировать один гарнитур в три разных варианта носибельности. Манжеты можно как под одевать под жакет, на блузку или просто на голое тело. Очень хорошо играет роль украшение без митинок, например. Захотелось, чтобы красота была кружевная вокруг нашего тела. Прекрасное сочетание с черным будет и прекрасное сочетание с кожей рук, с белым. Благодарю вас за то, что вы с нами. И благодарю за то, что вы выбрали ювелирное кружево от Инны Конрадий. Благодарю вас за то, что вы выбрали ювелирное кружево от Инны Конрадий.